здравствуйте всем здравствуйте здравствуйте пастель маша привет алина привет наташа мне нормально слышно о привет кать привет привет как со связью отлично так непривычно что-то говорить и смотреть на себя буду смотреть в сторону хорошо еще немножко подождем пока наберется 7 человек и будем начинать это вообще смешно смотреть на себя я буду смотреть на ваши аватары уже есть 6 еще одного ждем я начну уже 7 человек здравствуйте пастель яна привет руси привет наташа до 7 человек как вы наверное уже знаете мы будем сегодня говорить о взаимоотношениях между людьми между всеми людьми здравствуйте вообще эта тема очень сложная и в ней можно разбираться наверное до конца жизни но как бы я думаю что я вам не скажу ничего нового сегодня и я уверена что все что я скажу то вы точно каждое это все знаете но как говорится повторением отечения если мы будем постоянно повторять слово божье то когда-нибудь оно точно поселится в наших сердцах ну по крайней мере по своему опыту могу сказать что мне нужно как минимум пять раз наступить на один и те же грабли чтобы уже наконец-то понять чего живог от меня хочет или что он хочет мне сказать и я сегодня постараюсь быть очень краткой потому что у нас всего одно слово и очень короткое слово поэтому постараюсь не разливать воду давайте я тогда коротко помолюсь наш господь наш дорогой небесный отец спасибо тебе боже за этот день спасибо господь за каждого спасибо за то что ты хранишь нас просим тебя господи пожалуйста ты пребывай сейчас нами духом святым даруй нам каждому откровение твоего слова и дарую открытое сердце чтобы твое слово могло достигнуть наших сердец господь благослови пожалуйста каждого кто присутствует и слушает лекцию даруй каждому твою любовь спасибо тебе за все молимся во имя иисуса христа аминь да здравствуйте сегодня мы будем размышлять над одним стихом всего из библии это от мотфея 7 глава 12 стих 12 стих я его вам прочитаю итак во всем как хотите чтобы с вами поступали люди так поступать и и вы с ними ибо в этом закон и пророки здесь стих вообще я считаю очень гениальным потому что господь просто взял все человеческие заповеди которые именно относятся к взаимоотношениям с людьми взяла все заповеди и поместил ее только в одну то есть как бы обобщил и вообще если мы даже смотрим на наш мир как взаимодействует законы в этом мире большинство из них тоже стремятся к краткости закон всегда должен быть очень понятным чтобы мы могли его не раздумывая сразу же понимать чтобы каждый человек независимо тоже от образования или возраста мог его понимать там например какие законы в нашем мире мы можем знать какой какие действуют под лежачий камень вода не бежит или не течет или хочешь жить дай жить другим или хочешь жить уме вертеться ну типа подобные вот такие они тоже очень краткие если у вас есть если вы знаете какие-то тоже законы вот или правила в этом мире которые действуют вы можете тоже писать в комментариях я больше ничего не вспомнила и так же самое господь нам дает очень простое правило для понимания то есть его может понять как ученик среднего класса так и человек с двумя образованиями как его можно понимать буквально как я хочу чтобы ко мне относились другие люди так и в первую очередь я должна относиться к ним и как я надеюсь что я очень понятно и слагаю мысли вообще тоже это правило еще существовало многие его изъясняли еще до прихода христа но в отрицательной форме и очень многие философы древнегреческие китайские философы конфуции аристотель и также цари древнегреческие они уже тоже излагали это правило и практиковали его в жизни только в отрицательной форме как я говорила то есть не делай другом другому того чего ты не желаешь себе и ближе ближе всего это правило или это это закон усвоили евреи расскажу предысторию одну маленькую когда примерно там уже за не знаю за немного лет там за пятьдесят лет до рождения христового язычники уже очень жаждали узнать истину они они уже настолько ее жаждали на них так сильно хотели узнать уже зачем они живут в этом мире зачем они почему в мире столько зла что будет после смерти кто сотворил этот мир один бог два бога или больше или вообще он был сам сотворен без помощи бога и эти вопросы мучили уже язычников они настолько хотели узнать истину что даже они ходили в разные уголки земли чтобы узнать ее дошли даже до Индии и вот они однажды там дошли до Израиля тоже чтобы тоже попытать свое счастье и узнать истину в то время где-то за пятьдесят лет до рождения Христова в Израиле жили два мудреца это они были основатели фарисейской школы имя Гилель и Шамай они были полные противоположности Шамай был очень строгим они постоянно даже они никак не могли зайти друг с другом потому что у них были вообще разногласия во всем Шамай он придерживался очень строгих принципов там например если в пост человек выпьет молока то все его уже могут исключить из церкви или если человек например если жена два раза пересолила еду за один день то муж имеет полное право с ней развестись или к примеру если один раз она плохо отозвалась от родственника своего мужа то тоже он имеет право развестись или что еще к примеру если например женщина жена идет по улице и кушает еду то тоже муж имеет полное право выгнать ее из дома то есть настолько правила были очень жесткими а Гилель он как я говорила был полной противоположностью и он придерживался тех принципов что там для развода достаточно только прелеподеяния только одно условие может быть для развода все остальное это мелочи и так не имеет особого значения он был более как более чувствовал господа и стремился более к милосердию и вот к чему я это рассказываю вот эти язычники которые искали истину они пришли сначала к Шамаю там один из язычников и он увидел что Шамаю этот учитель мудрец у него очень много книг он постоянно изучает день и ночь он в этих книгах изучает про истину очень много всего и этот язычник он так испугался немного там столько книг столько надо изучать и он говорит этому Шамаю можете ли вы мне сказать истину именно что главное в вашем законе чтобы я мог быстро это понять стоя на одной ноге и Шамаю он очень разозлился сразу на этого язычника хотела его вообще избить палкой и он его выгнал и сказал что как я вообще могу тебе быстро объяснить то что я изучаю всю жизнь в день и ночь в общем этот язычник он убежал от этого Шамая и нашел уже это второго учителя Гилеля и задал ему тот же самый вопрос как я можете ли вы мне изложить суть вашего закона суть истины в одном в одном как не в одном предложении очень быстро пока я стою на одной ноге чтобы я мог быстро освоить и понять и Гилель он сказал да конечно легко не делай другому то что того чего не желаешь себе и в этом как примере мы можем видеть что Гилель он был очень близок к стандартам к божественным стандартам и кстати он жил где-то так примерно уже скоро после него может быть даже он застал когда родился Христос вот другие философы и так как я говорила философы и цари древнегреческие и китайские они излагали этот закон или это правило в отрицательной форме то есть мы не должны делать другому того чего не желаем себе и это тоже как бы полезно для нас потому что мы таким образом например если мы стараемся исполнять это правило то мы не будем там желать мстить другому потому что мы не хотим чтобы другой человек мстил нам за наши промахи если мы делаем какие-то промахи или там мы не будем завидовать другому человеку потому что мы не хотим чтобы нам завидовали другие там мы не будем радоваться когда у другого что-то происходит когда у другого какое-то горе, или что-то у него плохое случилось, или что-то у него не получилось, потому что, конечно же, мы не хотим, чтобы кто-то радовался, когда у нас случается что-то плохое, или мы не хотим, ну, мы хотим, чтобы нам же страдали, поэтому не будем допускать такого в своей жизни. Но, как, я думаю, на мой взгляд, что сам, ну, как бы, более совершенная форма, которую Христос выразил, она более активная, нужно стараться делать другим то, чего я сама желаю себе. Почему это как более совершенная форма? Потому что она стоит, как, она более положительная, и плюс мы должны проявлять какие-то действия, делать что-то для других. Мы не просто должны пассивно жить и стараться не делать зла другому, но мы должны первым институтом стараться делать добро другому человеку, делать благо другому человеку. И что я еще хотела, мысль какую-то изложить. А, вспомнила. Вот, например, если, например, я хочу сделать благо другому человеку, то я не должна это делать именно с тем умыслом, как бы, чтобы, с надеждой, что мне потом другой человек тоже так же самое будет делать добро. то есть это будет, как бы, больше я заботюсь о себе, и, ну, как бы, тоже немножко эгоистично. Потому что если я ожидаю с другой бы и так же поступать, потом это будет как замкнутый круг. Я проявляю добро к другому человеку, а он мне не отвечает тем же. Ну, к примеру, я уже, там, первый, второй раз, третий раз проявляю добро. А другой человек, вот, не то, что не дает мне взаимности, а еще и зло делает. Я разочаруюсь, конечно же, легко, и буду оправдывать себя, что я не хочу больше делать добро этому другому человеку, потому что он, то есть этот принцип не действует, он мне не делает в ответ того же. То есть такое мышление неверно в корне. Мы должны как стараться делать благо другому, не ожидая ничего в ответ. То есть проявлять безусловную любовь. То есть даже если человек делает мне зло, все равно я должна стараться проявлять ему добро. Потому что я не ожидаю ничего взамен, я просто хочу, чтобы ко мне тоже так относились. Потому что Бог так говорит. И этот закон, он действительно действует в этом мире, как закон бумеранга, я не знаю, как можно, или как-то по-другому можно назвать. То есть как я отношусь к другому человеку, так и другой человек относится ко мне. Или как я отношусь к другому человеку, так Бог относится ко мне. И как другой человек относится ко мне, так Бог относится к нему. И подтверждение этому мы можем встретить в Ветхом Завете. Например, когда Бог говорил Аврааму, что я благословлю благословляющих тебя и проклину проклинающих тебя. То есть как к нему другие относились люди, так Бог относился к ним. И другой пример еще можем встретить в жизни Иакова. Яков, он очень, очень хорошо усвоил этот урок, когда он обманул своего брата родного. И потом его еще более жестко обманул его тесть. Таким образом, вот как он отнесся к другому человеку, так Бог потом отнесся к нему. То есть он испытал, как Бог таким образом его воспитывал. То есть мы можем тоже видеть ясно, что этот закон действует в мире. И как бы стараться жить так, не только потому, чтобы потом у меня не постигло зло. Но, как я говорила, проявлять безусловно любовь. Еще одну мысль хотела сказать. Как мы вообще можем так поступать? Мы очень хорошо знаем, что есть такое правило. Оно очень простое, ну это очень просто. Его просто запомнить, не делай другому ничего, что ты не хочешь, чтобы сделать и тебе. Или поступай так, как бы ты хотел, чтобы они сились к тебе. И очень, очень простое правило. Но, чтобы его исполнять, нужно, ну как бы, нереально просто его исполнять. Наверное, ну каждый может видеть, что часто просто не хватает сил, чтобы поступать так, как написано, как нам Бог велит. И для того, чтобы так поступать, именно действительно от чистого сердца, то, конечно же, нам нужна в этом помощь Бога. Нам нужно постоянно находиться в Божьем присутствии, постоянно общаться с Ним, постоянно изучать Его Слово, постоянно повторять изучение Его Слова, постоянно спрашивать у Бога, наполняться Его присутствием, чем больше, тем лучше учиться у Него. И, возможно, там через, там, если, например, мы положим всю жизнь, чтобы учиться этому, то, конечно же, Бог будет, Он будет видеть наше сердце и будет изменять Его. А по своему опыту могу сказать, ну как я применяю этот принцип в жизни. Это один из моих любимых стихов. И, например, там, какой-то общий пример могу из практики. «Если кто-то мне сделал больно, я считаю, конечно же, что это незаслуженно. И в ответ я хочу отомстить. Каким образом закрыться от человека и проявлять к нему равнодушие? Таким образом явно показывая, что этот человек получил по заслугам, потому что он проявил ко мне несправедливость. Конечно же, это неправильно. И Бог потом обличает через совесть, что это грех, как я поступаю. И по этому правилу, если следовать ему, мне даже независимо от того, что человек сделал мне зло, мне нужно проявлять к нему добро. Нужно пойти первой помириться, нужно пойти, то есть не держать обиды внутри. И сделать это нереально сложно. Вся сущность противится, потому что присутствует гордыня, эгоизм сердца. И если даже мне больно и мне неприятно, но я так поступаю, повинуясь Божьему слову и поступаю, как Бог хочет, то постепенно, постепенно, маленькими шажочками Бог изменяет сердце. Сначала мне неприятно так поступать, как Бог хочет, а потом, когда уже происходит много таких ситуаций в жизни, когда мне нужно идти делать какой-то шаг, то уже сердце меняется, и тебе уже не неприятно делать это, а ты делаешь это с удовольствием. То есть, как объяснить, как будто чувствуешь вкус Божьего слова. Отначально оно кажется как будто сухим, но ты делаешь это так, потому что нужно. А потом уже ты действительно получаешь от этого удовольствие и делаешь с наслаждением то, что Бог говорит. Ну, другими словами, характер человека немножечко уже приближается к характеру Христа. Так, и что еще хотела сказать? Так, секундочку. Что еще? А, еще хотела рассказать один пример. Почему Бог тоже дал такой закон? Вообще, это как бы не новый закон. Он был также в Ветхом Завете, там, например, в других проявлениях. Возлупи ближнего, своего как самого себя. Ну, и другие примеры. И суть его тоже, как я уже говорила, проявлять безусловную любовь и думать о другом человеке. Мы в Ветхом Завете можем встретить много примеров таких небольших заповедей, именно конкретных, где Бог показывает, что мы должны заботиться о другом. Там есть, например, там слово, где, например, если мы идем по улице, и мы увидели какую-то яму, то мы должны ее или закидать камнями, или закрыть досками. С тем, чтобы, если сосед вдруг будет идти, или вдруг будет идти его животное, там, овечка или корова, то чтобы она не упала в эту яму. То есть здесь смысл не в яме, или не в досках, или не в камнях, а смысл нужно думать о другом. И когда идешь по улице, нужно не только заботиться о себе, но обращать внимание и на других людей. И в Ветхом Завете есть очень много тоже таких подобных примеров, где мы должны, именно суть которых излагается как бы с целью, чтобы мы думали о других, там, что они будут кушать, в чем они будут одеты, где они будут ночевать и так далее. И еще хотела сказать, что, например, если... Также не всегда мы можем делать другим то, что мы желаем себе. Потому что я тоже могу по своему примеру сказать, что раньше часто я сидела по себе, сравнивала с собой. Например, я считала, что если я подарю другому подарок, именно такой, который бы я очень хотела, то другой точно будет счастлив, потому что для меня это же самый лучший подарок. Но на самом деле другой может даже разочароваться, потому что у него там другие предпочтения. Или не только разочароваться, даже получить рану. Но это самый простой такой пример. И поэтому мы должны как бы, как правильно объяснить, то есть мы должны делать другим или думать, что нравится нам, и таким образом применять это к другим. Размышлять, а что же может нравиться другому человеку, какие у него предпочтения, а что могло бы ему помочь в этой ситуации. То есть не только судить по себе, но и размышлять о других людях тоже. И сейчас еще что-то хотела сказать. Да, на разных языках любви. На пяти языках любви. Ну, в общем, это все. Так коротко я хотела изложить. Если, может, что-то забыла, то, может быть, в вопросах вам отвечу. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задавать. Мне Сергей Викторович задавал вопрос до эфира. Он сказал, что не умеет задавать вопросы в прямом эфире, поэтому позвонил мне до этого. Вопрос звучит так. Если, например, человек... Ну, к примеру, он зашел в маршрутку и случайно задел другого человека, задел плечо другого человека. Ну, так сильно, наверное, немножко. И другой человек обернулся и начал ему претензии выставлять. Почему он его толкнул, к примеру? Что делать в таком случае? Или проигнорировать, или начинать спорить с ним. И это... То есть мне Сергей Викторович предоставил два варианта ответа. И я все-таки думаю, что никакой из них не верный. Нужно просто извиниться и не разбираться дальше. То есть не пытаться спорить. Даже если ты случайно задел другого человека, то все равно извиниться. Вот. Такой ответ. Хорошо. Куплю хлеба. Если у вас нет вопросов, я могу подождать еще одну минуточку. Сейчас я пока посмотрю все кнопки, как тут сохраняется эфир. Ой. Пока я еще не нашла. Давайте еще 30 секунд ждем. И если нет, то я буду молиться. Только такой принцип измениться и не разбираться не работает, если ты разбил чех. Ну да. Согласна. Да, там был конкретный пример про если ты маршрутки заделал что-то плечо. А если в общем, то, конечно, это нужно... В общем, нужно применять каждой ситуации отдельно. Как проявлять добро и любовь к тем, кого не очень любишь? Да. Так... Кстати, я хотела осветить эту тему немножко тоже в лекции забыла. Спасибо за вопрос. Ну, вообще, по натуре мы все люди немного эгоистичны. И, конечно же, в первую очередь хочется любить себе, в первую очередь, служение себе, а потом уже, чтобы нам служили, а не наоборот. наоборот. И если, например... А, это можно даже, как сказать, учиться проявлять любовь к тем, кого ты не любишь, или уже по-другому можно сказать, учиться любить врагов. Это тоже одна из заповедей Бога. По сути, эта заповедь тоже сводится к ней. И если у меня нет сил проявлять любовь к врагам, или к кому... кого я не люблю, даже если мне не делать никакого зла, то тоже... тоже ответ, что просто во мне еще нету... недостаточно нет Божьей любви. Если я наполняюсь Божьей любовью, и Божья любовь изливается в мое сердце, я знаю, я уверена в том, что Бог благоволит ко мне, то все это у меня уже сразу... не только там исчезают всякие комплексы, но появляется сила любить других, появляется вдохновение делать что-то доброе другому человеку, даже не ожидать ничего взамен, даже если... тогда уже... А, и когда, например, я стараюсь делать человеку добро, тому человеку, который я не очень люблю, и я как бы таким образом, когда я делаю добро, я проецирую, что я его люблю, и во мне потом тоже будет проявлять... Я потом буду сама чувствовать эту любовь другому человеку. Так, я думаю, такой принцип тоже Бог заложил в человека, что если мы не любим, но мы прилагаем усилия к тому, чтобы любить этого другого человека, то Бог будет тоже давать нам эти силы. И, конечно же, если я вообще там не вижу сил в себе, я просто лежу и ничего не могу делать, то в первую очередь нужно наполняться Богом, больше находиться в его присутствии, чтобы понимать его, чтобы получать от него любовь. Так только потом мы можем любить других. И постоянно изучать его слово, писать сага, исповедоваться. Вот. Что делать, если человеку от тебя только что-то нужно, и ты понимаешь, что тебя используют? как относиться к этому? Что делать если человеку? Спасибо за вопрос. Это тоже своего образа, как, например, если мы... Я немножко затрагивала эту тему в лекции. Если мы будем стремиться делать добро, только ожидая другого... ожидая другого то же самое, то мы будем разочаровываться. и опять попадать в замкнутый круг. Потому что мы будем опять себя оправдывать, что вот я столько раз делал добро этому человеку, а он не отвечает тем же, он только использует это. Поэтому зачем... Поэтому все. У меня есть оправдание, я не буду проявлять добро или не буду любить этого человека. человека. И... как бы... Бог немножко нам дает с другой стороны, чтобы мы понимали, он сам любит нас безусловно любовью и хочет, чтобы мы использовали... не использовали, а применяли это правило, тоже стараться не ожидать от других. Даже если человек использует, то все равно проявлять ему благо и любовь. Потому что в свое время все равно когда-нибудь он вспомнит. Даже если сейчас он не понимает или даже если он понимает и намеренно использует, все равно когда-нибудь он изменится и Бог ему откроет и сердце его изменится. Независимо от того, как человек к нам относится, Бог же видит сердце каждого. Поэтому Бог воздаст и тому человеку по делам его и нам по нашим делам. В общем, главное учиться жить перед Богом. Вот. Все. Если нет вопросов, то я буду уже молиться. еще ждем 15 секунд. Я надеюсь, что я ответила более-менее понятно. Спасибо. Всем спасибо за то, что слушали. Давайте я тогда коротко помолюсь и буду пытаться выйти. Наш Господь, наш дорогой Небесный Отец спасибо Божье за Твое святое присутствие. Спасибо за то, что Ты дал нам эту жизнь, за то, что Ты даруешь нам Твою любовь, за то, что даешь нам Твое слово, даешь постоянное изучение Твоего слова, понимание Твоего слова. Господь, пожалуйста, Ты работай в наших сердцах и научи нас тоже правильным отношением с другими людьми, чтобы наши отношения с другими были гармоничными. Ты научи нас, Господь, проявлять любовь к другим, независимо от того, как они к нам относятся. Тоже, Господь, пусть Твой принцип взаимоотношения с другими будет в наших сердцах, чтобы жил в наших сердцах Господь. И где бы мы ни находились, в церкви, дома, на работе, или с друзьями, или еще где-то, что мы всегда проявляли этот принцип отношения к другим людям. Господь, Ты благодарю Тебя, а также благодарю Тебя за каждого присутствующего, Ты благослови жизнь каждого, Господь, всеми Твоими благословениями, Господь, благослови этот день до конца и завтрашний день. Спасибо Тебе за все. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Сохраните эфир. Если Вы хотите, можете уже выходить, потому что я сейчас буду пытаться его выключить. А, еще. Сейчас, секундочку. Ой. подождите, кто-то может мне помочь. Здравствуйте. Привет. Вопрос к Тебе можно? Можете мне помочь выключить прямой эфир? Ну. Вы не умеете прямой эфир выключать? Прямой эфир? Да. Завершить. Нет. Завершить. Не завершить нельзя, надо сохранить прежде. Ага. Так, еще секундочку. Нет, завершить и потом оно... А, всем пока. Вот, вот, завершить. Завершить.